Привітання! В эфірі программа «Пік свободы». Я Юрий Дракахруст. Тема сьогоднішній программы – выники выборов у Координаційную Раду. Сьогодні наш гость – политик Вадзім Прокопьев. Вадзім, привітання! Привітання, Юрий, спасибо за приглашение. Блёк Прокопьева Ягорова, ваш Блёк, у яким вы были лідер, заняв другое место на выборах у Координаційную Раду, з чым я вас і веншую. Пірше мое питання – ці досягнули выборы у Координаційную Раду метов, дзіля яких яны ладзіляся? Калі не досягнули, то яких все ж таки досягнули? Я думаю, что они превзошли мои ожидания, которые я озвучив во время предвыборной кампании. У нас был такой эпизод дебатов с Павлом Латушко на украинском канале «Балаганов». Я предполагал, что явка будет 5000. Явка, в общем-то, превзошла даже мои ожидания. Это было 6700. Я, правда, там же и оговорился, что если бы наше политическое руководство в Вильнюсе предприняло некоторые шаги для популяризации этих выборов и, соответственно, сработали бы СМИ, такой единой агитационной, популяризационной кампании, то можно было бы явку увеличить на пару десятков тысяч. Поэтому я, в принципе, доволен. Реальность превзошла мои ожидания. Вадим, ну а все-таки, пробачьте, мое питание было. Якие меты ставились и какие отрималися досягнуть? Я ставил себе целью провести все 34 человека нашего блока в состав Координационного совета номер 3. В этом смысле я цель выполнил, ну, меньше чем наполовину, потому что прошло 13 человек. Ну, это тоже хороший результат. Я бы, конечно, хотел поменять номера в списке, но избирательная комиссия нам отказала в последний день с этими переменами. Так что вошли все 13, те, которые подавались изначально. Вадим, але, накольки я разумею, справа была не только у тым, каб провести ци 13, ци 34 человеки, а каб той субъект, куды вы балетовалися, ну, меу некую вагу. И вот с вагой проблемы вы бачите реакцию, ну, я скажу так, многих. Это скепсис, нават роспач. Вот, а пошне бачу коментар вельми кислый Лявона Вольскага. Ну, вот, калі на агульно-национальных выбарах удзельничая 6723 человеки, ну, это так, па шчырасти, маловато. Вот, вы маглі б гэтую роспач, расшаравання, ну, нек развеять? С удовольствием. Спасибо, кстати, за вопрос. С удовольствием. Уже была отмечена совсем недавно, после опроса на одном популярном Телеграм-канале, о причинах такой низкой явки. В принципе, их можно разделить на две части. Первая причина – это проблема безопасности. А вторая причина – люди не понимают, зачем этот КС. И если проблема безопасности – это действительно реальность, это действительно результат действий и запугивания, это результат прошлых проблем с безопасностью и ошибок, которые, в общем-то, не закрыт этот гешталь. И я думаю, что это результат отсутствия у Павла Либера достаточных ресурсов на маркетинг и разъяснительную кампанию. Потому что выборы производятся с очень, с колоссально низким бюджетом. Вторая причина, которая называется «А зачем нам вообще этот КС», могла бы быть преодолена с помощью проактивной позиции офиса. Артем Шрабман объясняет, что это же политическая борьба, зачем же офису рекламировать и выращивать себе альтернативу или конкурента, или соперника, если хотите. Но это какое-то узкое мышление. Я как раз считаю, что офис Светланы Тихановской, если бы хорошенько подумал про важность и нужность такого органа, как КС, подумал немножко наперед, то он бы как раз активно включился. Но их парализовал страх. Поэтому вот эта причина, главная, пожалуй, причина, не вижу, зачем мне этот КС, она, мне кажется, и возобладала. Но для меня это, ну, это для кого-то чудовищный результат. Для меня, если честно, это и есть реальность, которая даже превзошла в мои ожидания. И это диагноз не оценка нужности или ненужности Координационного совета. Я очень обстоятельно и развернуто объяснял, зачем он нужен. Во всяком случае, свою точку зрения. А это, в принципе, отсутствие интереса к белорусской оппозиции. И вот здесь вот этот диагноз не демократическим силам целым. А я все же считаю, что это диагноз именно политическому руководству Вильнюска. Что касается скептиков и вот такого потока комментариев, то Мэтфед следующий. В английском, в американском политическом словаре таких принято называть naysayers. То есть такие «все пропало», «у вас ничего не получится», «хороших ходов нет», такая смесь цинизма и скептицизма. Я в числе этих naysayers заметил уважаемого Артема Шрайдмана, я заметил Павла Усова, я заметил... Кто там еще высказывался у нас ярко... Ливона Вольского я пока не читал комментарий, а прочитаю. Но у этих naysayers следует спросить, а в чем, собственно, ваша альтернатива? Ну, потому что все эти naysayers, включая, кстати, вас, Юрий, признают, что демократические силы – кризис. И, во всяком случае, мой план выхода из кризиса я как раз в программе своей и расписал. Но я хотел бы послушать, что naysayers говорят, и какая у них альтернатива. Из того, что я помню, например, от Шрайдмана, Эргора Остапени, Усова, и у нас еще появился один такой критик, Микола Бугай. Конечно, там уши торчат дуэта критиков. Знаете, как Булгаков шутил. Соседа Севастьянова я узнал сам. Это был Молье. Ну, хорошо. Ну, вот, пускай за этим Микола Бугай тоже оставим почетное место naysayers. Так вот, если мне кажется, если я правильно читаю их предложение, может быть, я чего-то упустил, то предложение следующее. Лидерство появится внутри страны. Зачем укреплять лидерство здесь? Зачем бороться с вакуумом лидерства? Оно появится внутри страны, только внутри страны будет все решаться, потому что география важна, локейшн важен. Но эта теория легко разбивается, потому что внутри страны все закатано под асфальт. Вадим, я вас переприню. Вот сказать, что что с тебя разбивается, ну, мне сдаётся, это можно разбить тем, что вы продъявите, вы, латушка, не ведаю, Турарбекова, некую альтернативу, якая будет поднимана великой колькостью людей. И в этом сэнсе, когда вы кажете про альтернативу, некую альтернативу, да, можно привести, приклад, маратон солидарности. В маратоне солидарности удельничало больше людей. Хотя и там могли люди задавать, а что такое байхэлп, а я им не верю, а я свои гроши переведу, а это завтра доведается губазик. И такие думки были. Але гэта был не политичный проект, гуманитарный проект, в значном сэнсе. И он мел патрымку. Вы удельничали в чисто политичном проекте. Так. Ну, выник. Я всё-таки... Махчыма зараз... С вашего... С вашего позволения... И вы, да речи, это сказали, что демократичная сила в кризисе. Ну, Махчыма тое, что вы пропоновали, и ещё 10 инших блоков просто этот кризис не выращают. Я, если позволите, всё-таки закончу предыдущий очень коротко опус. А что предлагают остальные? Так вот, я слышал предложение «Не зловать деда» от Регора Остапени. Я его по-своему интерпретировал, но развернутого я не слышал. Но есть такое предложение. Я слышал предложение «Давайте дождёмся лидера внутри». Я слышал предложение «Да, ветер истории нас принесёт туда». Я слышал предложение о том, что будет какой-то загадочный конгресс демократических сил. Непонятно, у кого будут ресурсы, и кто будет его организовывать. И вот там выборы случатся, какие-то другие, или они будут лучше. Поэтому предложений особенных я не вижу. А я слышал предложение, кстати, довольно зрелое от Артёма Шрайбмана, о том, если бы я был Западом, что бы я сделал. Это любопытно по этому поводу просуждать. Ну вот, в общем-то, и закончился набор предложений. Если вы потратили время и посмотрели на программу предвыборную нашего, например, блока, на её видеоверсию, например, которую я, собственно, лично озвучивал с экрана, то там и есть моё предложение, где найти точку опоры, чем нужно заниматься. И я напомню, что приоритетом там написано формирование новых элит. Но при этом чем ещё можно заниматься в эмиграции? И чем эффективно заниматься в эмиграции? Я считаю, что нам придётся построить вот этот субъект, потому что в окна возможностей можно войти, пускай даже эта революция будет сверху, а не снизу, вероятность такая больше, только имея вот этот субъект. Структуру, архитектуру и финансирование этого субъекта я тоже расписал в программе. Я считаю, что нужно заниматься новой внешней политикой. И опять же, все замечательные предложения Шрайбмана Западу могут, конечно, лечь письмом какой-нибудь Atlantic Council, но простите, а кто это будет исполнять? То есть мы для Запада представляем сейчас чемодан без ручки. Координационный совет, в всяком случае, если исполнить ту программу, которую предлагали мы от нашего блока, он как раз про это. У чемодана появится ручка, и наши дела пойдут лучше. Деполитизация в обществе, повторяю, и даже в диаспоре, результат действий с 2020 года нашего политического руководства. Поэтому, ну я совершенно не пугаюсь, почему. Дело в том, что как раз с этой деполитизацией Координационный совет номер 3 на мой взгляд и должен справиться. То есть моя цель это все-таки не понимаете, немедленно сделать реформу в кабинете, который отчаянно не достроен и не имеет взрослой стратегии. Моя цель все-таки тянуть белорусов обратно в политику. То есть массовое белорусское движение это и есть цель нового Координационного совета. И я уже оговаривался о том, что следующие выборы в КС номер 4 можно проводить досрочно, как только эта цель будет достигнута. Вадим, ну а вот на конт массового руху вы уже сказали, что как бы одна из причин, это все говорят, одна из причин страх. Як бы фокусованная компания, Лукашенко заявляет, что значит подумайте про своих родных, отбирают моемость, видать и у вас, у ваших коллег так сама, як бы отбываются эти зливы розных базов, чым улады демонструют, что мы бачим все. Але вот на конт руху, про який вы сказали, великий, широкий рух як бы диаспоры, але для того, каб рух был, ну павинна быть некая коммуникация, хтось ця павинен написать лист, умовно кажучи Прокопьеву, вам, хтось ця павинен высти на демонстрацию, а тут-то губазик на своем месце, и страх, то есть, вот вы как-то свой план не соотносите с реальностью, реальность 6723, вот она, реальность, разумеете? Так, калі 6723 паудзельничали політичній кампанію, то вы думаете, в вашем руху вы зберете більш широкім руху? С чаго? Страха буде мінш? Ну, во-первых, сразу это точно не получится, во-вторых, никто и не пытался, в-третьих, если не искать такую точку опоры, она никогда и не появится, в-четвертых, количество выехавших из страны будет расти, и очевидно, по самым консервативным мелкам, это 350 тысяч, я думаю, что это ближе к миллиону, и очевидно, что они не испытывают никакого интереса к белорусской политике, и действительно, фактор безопасности и страха на них влияет. Давайте предположим, что 100 тысяч из них точно никогда не вернутся уже в Беларусь, ни зубы починить, ни увидеть родных, это вполне легитимное предположение, потому что их там ничего не ждет, кроме тюрьмы. В какой-то момент, скорее всего, фактор страха у них уйдет, или жизненные обстоятельства изменятся, и их родственники, например, переедут вслед за ними. Поэтому я не могу сказать, что это совершенно невозможно, я могу только сказать, что у нас другого выхода нет, у нас вообще нет другого выхода. Если мы не занимаемся вот этой силой, которая называется диаспора объединенная, то у нас остается несколько политических игроков с очень, как мы уже видим, небольшой общественной поддержкой, они остаются такими, знаете, адвокатами интересов белорусов, НГО, но мы не достигаем главной цели. У нас не получается построить субъект рас, у нас не получается жить на белорусские деньги, а это значит, что мы преследуем чужие национальные интересы, у нас не получается влиять на настроение внутри страны, потому что у нас нет этого фактора массовости. Давайте представим себе о том, что это массовое движение может быть в разных формах. Я бы, конечно, мечтал, чтобы в 25-м году это был Варшавский стадион, куда помещается 75-78 тысяч человек. Я, кстати, допускаю, что такое можно сделать, и к этому моменту 78 тысяч человек можно раскачать. Но точно так же этот рух может присутствовать в более современной технологичной форме, например, на цифровой платформе. Для этого система безопасности, маркетинг, доверие и, по большому счету, еще подходы к этим людям должны измениться. Я, конечно, в цифровую платформу верю больше, чем в стадион, где работают телекамеры, и у людей могут быть последствия безопасности. Но, по большому счету, никто не занимался раскачкой этого рух. Ну, хотя... Я занимался, я проехался. Вот я про это и сказал. И настроение там... Вы же ездили. И настроение там... Вы же устракались. Правильно, совершенно верно, да. Но мы понимаем, что мы встречаемся с активом диаспор, во-первых. Мы понимаем, что в каждой диаспоре две-три конкурирующих организации. Опять же, я это отношу на результаты действия текущего лидерства. Я понимаю прекрасно, что как только появится такой цифровой инструмент, Павел Либер, если помните, пытался его сделать, но не нашел ресурсов на такую раскачку. Любопытно, что в этой идее массового диаспорального движения или организации нет никаких противоречий, например, моих мыслей с мыслями офиса. Александр Добровольский четыре года мечтает про такое движение. И были даже несколько рабочих зумов, когда мы с Павлом Либером делали мозговой штурм. Но я больше верю в новую техническую форму воплощения этого движения. Она, наверное, связана с последними разработками Силиконовой долины больше, чем с типичным политическим движением а-ля 20-го века. Вадим, а вот у меня такое до вас, я бы сказал, гисторичное пытание. Вот вы кажете, что треба там рухти, цештости. Ну, вот 20-й год в истории Беларуси это не первое повстание. Было и повстание Костюшки, повстание 1831-го, повстание 63-го, повстание 5-го, русская революция, российская революция. Вот. И все они проигрывали. И после каждого повстания, так само выкид людей в эмиграцию, так само люди сидели, ну, тогда зумов не было, как у нас с вами зараз, а вот в парижских кафе, а кто-то в Нью-Йоркских, и обмерковали, как мы переломим тренд, что называется, как мы створим широкий рух диаспоры. Ну, вот он не отремливался николе. Ну, и что? Ничего. Ну, и что? А у вас отремяется, да, чему? А у вас отремяется чему? Юрий, в те времена, понимаете, про которые вы ссылаетесь исторически, да, мне для того, чтобы добраться до вашего интервью, нужно было 4 недели из Америки. Просто доехать до вас. Теперь мы можем разговаривать совершенно по-другому. Я всерьез убежден, что цифровой миропорядок, в котором мы живем, совершенно переформатировал политику, и переформатирует еще больше, кстати. И никакой проблемы иметь политический субъект или мозг будущей революции, если хотите, за границей нет. И для этого даже не обязательно в Варшаве быть. Повторяю, это может быть вообще любая юрисдикция, хоть на, понимаете, хоть в Латинской Америке. Поэтому исторические параллели хороши, но до определенной степени. Вадим, наступное у меня пытание, может, не велика для вас будет приемная, но оно вот такое. Видите, я дозволю себе почать с метафоры. Вот собрались вы пойти купить в краму хлеб. Олег, пошел дождь, у вас парасон унимать, и краму закрылись, и хлеба не завезли. Но факт полягае у тым, что вы его не купили. Вот вы пэвный час тому обвястили, что я ствараю моцный вайсково-палитычный субъект полк Пагоня. На пэвный этому перешкодзе офис, як завжды, Зеленский, Путин, Лукашенко, полк Калиновского. Ну вот факт полягае у тым, что полка Пагоня, як истотнага, важкага фактору политычного процессу, его, нажаль, нема. Вы не перший год, вы уже, как минимум, 4 годы у политыцы. Вот, я бы сказал так, что рабить с этим фактом? Ну ничего. Во-первых, нужно понять, почему этого не произошло. Нужно просто говорить правду. Правда заключается в следующем. Полк Пагоня действительно формировался как способ повлиять на Беларусь. И с самого начала, собственно, и причина моей поездки в Украину с самого начала это решение белорусского вопроса. Как бы это авантюристично или очень амбициозно не звучало. И на самом деле конкуренция внутри добровольческих формирований была и очень мешала. Но при этом полк начал формироваться и тренироваться и расти. И в какой-то момент, когда нас просто в один день выселили из казармы из расположения, а мне в общем достаточно убедительно объяснили, что я нежелательная персона в Украине, я каюсь, что думал, что это все-таки результат внутривидовой борьбы со штабом полка Калиновского. Однако теперь я понимаю и получил достаточно этому свидетельств о том, что это все-таки сделка Украины с Минском. И она не предполагала и не предполагает до сих пор строительство какого-то политического полюса внутри Украины. И если смотреть внимательно на историю полка Калиновского, то мы понимаем, что и у них не получилось построить там политический полюс. Вадим, я вас перепоню. Видите, я вас пытал не столько про этот конкретный проект. Нет, но это очень важно, потому что, понимаете, за последние четыре года я действительно как Архимед ищу точку опоры. Проанализировав все, что у нас есть на рынке, я понимаю, что КАЭС это единственная возможность починить наше лидерство. Я как раз про гэта ваш пошук. Видите, я разумею, что, скажем, маё положение ци стан Артёма Шрайбмана, и он нечем больше простый. Вот, скажем, я там скажу, скажем, что Прокопьев станет головным лидером белорусской оппозиции. Скажу я таки прогноз, ну вы не станете. Я потом скажу, ну я помылился. Ну, это моя гипотеза, я так думал. И никто мне не скажет, что вот, 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 як бы, то есть на гэтой подставе меня оценивать не будут. Коли политик говорит, я зараблю тое и тое, то и он может потом объяснять сто причин, миллион причин, то, то, то. Ты зарабил? Нет. Это тихоноска, вас, Лукашенко, Путина, Зеленского, кого загодно. Ты зарабил, ты не зарабил. Ну, сгодитесь, что это такое ремесло. А кто зарабил? Ну, во-первых, надо оговориться, Юрий, о том, что я стараюсь следить за своими обещаниями и, конечно, понимая сложность и комплексность процессов, гербовую печать никому не выдаю и стараюсь избегать формулировок о том, что у нас точно будет или точно получится. Моя гипотеза в том, что Координационный Совет может стать инструментом починки всего нашего кризиса. Но уж точно я не готов вам выдать сейчас клятвенное обещание о том, что Координационный Совет решит все наши проблемы и у нас появится там мощное лидерство и политизация, и мобилизация людей и вот так вот мы ситуацию переломим. Но я вижу, что это точка опоры. И вы правы, слова политика должны фильтроваться. Я за последние четыре года сделал немного заявлений, за которые, например, меня можно схватить и мне действительно будет стыдно. Но одно сделал. Это было... Я им совершенно не горд. Я действительно не предполагал, что мы зайдем вот в такие тупики. И мне казалось, что судьба политзаключенных развернется в лучшую сторону. за это заявление мне не очень приятно. Что касается Украины, я не думаю, что я что-то пообещал. Я всего лишь настаивал, что это возможность, которое... Это окно возможностей нужно использовать максимально. Вот сейчас следующее окно возможностей, то есть Координационный совет. Кстати, массовое движение точно так же может и не получиться. Но знаете, как в той книге Кенкизи? Я хотя бы попробовал. Вадим, а вот еще один практичный ваш прогноз, ци спадзел, на просовывание Координационной Рады. Ци чакаете вы, что парляменты Краина у Свету, у Рады Краина у Свету, я не веду, немецкий бундыстах, польский сейм, Конгресс США, ступить в некие односенные за новым складом Координационной Рады. Ну, это як бы может быть такое, як бы сказать, паузучее признание. Это не то, что там хоть хтось из них скажет, это там полноценный парлямент Беларуси. Такого докладно не будет. Але в певном сенсе як с офисом Тихановской. Ну, демократичный лидер сустракаются. И вот как в Бундестагу, скажем, приняли делегацию минавито координационной Рады. Не усех демократичных, а координационной Рады, як некаго представничего воргану. Ці там так сама лічбу 6, 7, 2, 3 зафиксуют и скажут, ну, если 6, 7, 2, 3, то ноу. Ци ес. Ну, я бы так вопрос не ставил, объясню, почему. Я считаю, что это последовательность неправильна. То есть у этого координационного совета есть маленькая функция, без которой все общения с будущими парламентами или признания, или какие-то международные попытки изменения ситуации, они бессмысленны. То есть этот координационный совет настаивает. Это стартер большого, потенциально большого движка. Если он не запускает массовое движение, если мы не мобилизуем белорусов с помощью КС-3 и не выбираем себе КС-4 большим составом, то наши отношения горизонтальные с парламентом и стран, кстати, по-прежнему возможны. Это зависит даже не от количества проголосовавших, а скорее от личных взаимоотношений с людьми на той стороне. У меня, например, есть несколько депутатов знакомых европейских. Я прекрасно понимаю, что вот сам факт выборности моей в Координационный Совет, даже с такой явкой, он скорее повышает мою переговорную способность. Но, повторяю, это третье дело, это третий приоритет. Нам нужно вернуть белорусов в политику. Понимаете, с чем я отчаянно не согласен в том анализе Артема Шраймана, который был на вашей передаче. Он считает, что весь этот Координационный Совет это про внутреннюю политическую борьбу. То есть, иными словами, это какое-то соревнование эго. И все почему-то хотят подвинуть Тихановскую. И он не согласен с формулировкой газеты Лемонт французской о том, что белорусская оппозиция пытается получить второе дыхание. И я считаю, что это ложное утверждение. Возможно, кто-то и идет из этих 266 человек, повторяю, принимало участие в выборах. Возможно, кто-то идет с целями политической конкуренции или толкать кого-то локтями. Но Артем Шрайбан отрицает, что это просто собрание неравнодушных умных людей, которые понимают, что нужно помочь. И они рискуют, и в том числе своей репутацией, которая уже, как вы понимаете, под угрозой из-за такой явки. Но не моя. А я прекрасно эту явку предполагал. Так вот, эти люди хотят действительно помочь. А с помощью вот такого поверхностного анализа есть попытка покрасить их в какие-то политические карьеристы. Ну, понимаете, отличие вообще западной цивилизации от ордынской и православной в том, что они видят проблему, и они пытаются действовать, они пытаются менять. И не все получается, но они тогда находят новые методы. А вот православная цивилизация, она адаптируется постоянно. В этом, кстати, большая проблема в России. На кон новых методов вы сказали, что ваша фракция, значит, 13 человек с 80. Это далеко не полова. Я разумею, что это пытание паусюль деликатное, но вы уже для себе не вызначили партнеров у Раде, с кем вы, может быть, будете створать коалицию некую, бо все ж таки 13 от 80 это не большаясь. А для того, как ну, хоть как-то разговлять, я не ведаю, с офисом Тихановской, с Бундестагом, ну, напевно, большаясь. Вот у вас она не как вымалевывается? С кем? Ну, да, мы важный элемент в этом распределении, даже арифметически важный элемент. То есть без нашего участия, да, этот механизм функционирует в одну или в другую сторону. Мне кажется, что с Павлом Латушко вполне вероятна коалиция, только мне хочется провести с ним больше времени и убедить его в том, что работа на политический рейтинг свой. У него уже случилось, все уже догадались, что у него большое политическое либидо. Я повторяю, даже не испытываю таких политических амбиций, как Павел Латушко. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы он понял, что я имею в виду, когда говорю, что это бег на месте. И, может быть, после такого вдумчивого разговора, я допускаю, что он может быть внутри КС, а может быть, это будет личный разговор, мы вполне вероятно сможем прийти к объединенным целям. Ну, в этом случае у нас коалиция достаточно мощная. Но я бы сказал, что с очень многими лидерами фракцией в КС, у меня достаточно добрые и приятельские отношения. Время покажет, у нас 15-го первое заседание. А последнее питание это, как вам бачится относительно с тем самым офисом, который вы сегодня неодноразово пригадывали. Ну, может быть, в более конструктивном сенсе, я разумею вашу критику, я разумею незгоду, оценку в принципе отмолную. Доброе, вот чисто конкретно в вашем новом становище, что вы собираетесь им пропоновать, им казать, вот, зарабить и так, 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 так. Ну, вообще, я вижу шаги навстречу уже. Вот, например, Светлана Сихановская изъявила желание пообщаться с каждым членом фракции, с каждым членом блока. Ну, то есть, любопытно, что это можно записать уже как результат. Я не очень жду много от этого общения, но я говорю вам на примере всех четырех лет о том, что все, например, мое личное общение с Светланой Тихановской это достаточно односторонняя улица. То есть, я всегда писал, я всегда звонил и практически никогда в обратную сторону. Но сейчас я уже вижу, что процесс поменялся. Ну, то есть, инициатива принадлежит офису. Ну, прекрасно, это уже хоть какая-то основа. если говорить про то, сможем ли мы с помощью вот такого сдержки, противовеса, давления, или, например, вот такое некоторое даже противостояние, конкуренция, соревновательность полезная, сможем ли мы приобрести достроенный кабинет быстро? Я бы на это не ставил. Моя задача убедить офис Тихановской о том, что людей придется вернуть в политику, если мы хотим достичь своих целей. Причем неважно, внутренних целей, внутриполитические, внутри Беларуси, или, например, даже увеличение нашего веса на Западе, что является большим политическим фактором. Поэтому мое предложение будет к ним простое. Вместе строим движение, возвращаем людей в политику. Ясно, добро, дякую великую. Я нагадаю, что с нами был политик Вадим Прокопьев, керавник Блеку, який Раду. 15 червеня, кали я не помыляюся, пачинается перше посаджэння новой Рады. И за тем, як будуть разгортваться пазеи у Раде, у Беларуси, у Свете. Вы, шановные глядачы, можете сачыть на канале у программе «Пик свободы». Дякую, до побачэння. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова